Международный аэропорт Уфа Международный аэропорт обслужил 3 миллиона пассажиров, это на 15% больше, чем в 2017 году, за счет чего удалось достичь таких потрясающих, я бы сказала, даже, наверное, отличных результатов. И как вам удается повышать количество прилетов, вылетов? Есть несколько важнейших факторов, приведу три. Во-первых, это, конечно, благоприятная отраслевая конъюнктура, люди в целом по стране стали летать больше, и по итогам 2018 года перевезено 116 миллионов авиапассажиров только отечественными авиакомпаниями. А в аэропортах обслужено около 200 миллионов пассажиров. Это превышает максимум Советского Союза, отрасль находится на подъеме, и немалую роль в этом и отраслевой регулятор выполняет Росавиация. Ну, конечно же, любой рынок, которым являются авиаперевозки, имеет основные фазы и роста, и застоя, и спада. Сейчас мы на стадии роста. Поэтому мы обслужили 3 миллиона 240 тысяч пассажиров, это исторический максимум, и действительно это более 30% перевозок в Приволжском федеральном округе. Второе, за счет чего мы достигли этого, это, конечно же, и поддержка акционера нашей республики, и выгодное, так сказать, у нас положение географическое. Авиационный транспорт остается превалирующим при перелетах в Москву, люди стали больше летать, и при поддержке акционера мы увеличиваем пассажиропоток. И, наконец, конечно же, третье, это наша целевая программа взаимодействия с авиаперевозчиками, мы наращиваем их присутствие, внедряем и реализуем программы лояльности, работаем и в рынке, с учетом всех тенденций. Ну, может быть, задам слегка банальный вопрос, сколько авиакомпаний работают с аэропортом Уфа, и какова география полетов? Цифры же наверняка имеются. Конечно, имеются. На регулярной основе полета в Уфу выполняют 26 авиакомпаний по 47 направлениям, а на нерегулярной чартерной основе мы обслуживаем полеты более чем 40 авиакомпаний. Естественно, объем работ, как во всех аэропортах, имеет сезонный пик, и в сезонный пик количество и пассажиров, и авиакомпаний увеличивается. Мы в текущем расписании к этому готовы. Если характеризовать расписание лета 2019 года, открываются дополнительные международные направления. Это полеты и в Тбилиси, и в Баку выполняют новые авиакомпании. Полеты в Турцию на курорты пользуются устойчивым спросом, который превысит уровень даже прошлого года, что говорит о росте платежного спроса на этот туристический продукт. Мы рассчитываем обслуживать в среднем 7 рейсов в аэропорты Турции в сутки. Если говорить о полетах по нашей стране, то мы реализуем программу сообщения Уфы с городами-миллионниками. Из 14 городов мы имеем устойчивые авиационные связи с 9 и в 2 выполняем периодические полеты. Поэтому расписание в целом у нас стабильное. Рост пассажиропотока в летний сезон вызывает нашу и готовность к его освоению, и одновременно дополнительную мобилизацию наших технологических ресурсов. Все нормально, мы готовы. Теперь, наверное, поговорим про пассажиров, особенно про пассажиров с ограниченными возможностями здоровья. Аэропорт совсем недавно прошел специальную сертификацию и признан одним из лучших в стране, в ПФО. Что делается вообще для людей, которые хотят полететь, но ограничены в возможностях? Мы стараемся идти в ногу со временем и относиться к тому, что пассажиры имеют различные возможности по-современному. Поэтому мы считаем, что это одна из важнейших задач, общегосударственных задач, и поэтому особо радует количество пассажиров, специальных пассажиров со специальными физическими возможностями, которые мы обслужили по итогам 2018 года. Это более 4,5 тысяч пассажиров, и рост их количества превышает рост стандартного пассажиропотока. Динамика плюс 25% по отношению к 2017 году. Это говорит, что и во всей стране количество специальных пассажиров увеличивается, как авиационных именно клиентов. Во-вторых, мы, конечно, выстраиваем и свое оборудование в терминале, и оборудование по обслуживанию воздушных судов на максимально комфортное их обслуживание. У нас есть и амбулифты, и средства дополнительного перемещения в части аэродромной составляющей. Они подходят для обслуживания любых воздушных судов. И что касается терминальной инфраструктуры, вы даже сами можете убедиться в том, что у нас есть программы и специальное оборудование для обслуживания данных пассажиров. Плюс еще, конечно, коммуникации. Регулярно мы проводим общение, потому что лучше, чем сами пассажиры, их специальных потребностей не знает никто. 10 апреля была встреча в рамках проекта «Единая Россия» нашей основной ведущей политической силы. Проект называется «Единая страна. Доступная среда». Мы приходили и имели место дискуссии представители основных групп, обществ, людей с ограниченными возможностями. Мы данные встречи проводим не реже, чем два раза в год. По результатам данной встречи будет принят ряд мер по модернизации нашего оборудования в части обслуживания пассажиров с ограниченными зрительными возможностями. Все-таки я хочу вернуться к программе полетной из Международного аэропорта Уфа. Совсем недавно запущен рейс Уфа-Вена. Я знаю, что очень многие обрадовались такому направлению. Не планируется ли в Международном аэропорту некое такое культурное путешествие, скажем, Уфа-Вена, ну, например, в Венскую оперу? В принципе, во всем мире принято и очень хорошо работают такие программы. Планируется все, что может повысить устойчивость и загрузку этого рейса. Поэтому, во-первых, отвечу на основную часть вашего вопроса. Рейс в Вену состоится 3 июня. Продажи открыты. Продажи по своей динамике внушают оптимизм. Рейс будет выполняться на Боинге 737-500 вместимостью 126 пассажиров. Время в пути составит 3,5 часа. Расстояние от Уфы до Вены ортодрамически составляет 2800 километров. Это вот с точки зрения общей характеристики рейса. С точки зрения коммерческой характеристики могу сказать, что мы рассчитываем на заполняемость данного рейса, потому что, к сожалению, перестал выполняться рейс чешских авиалиний в Прагу, но сохранился поток, сохранилась, конечно, потребность в подобных перевозках. И очень рассчитываем на нашего акционера, на республику по внедрению тех самых социокультурных связей, программ, возможно, целевых туров в столицу Австрии, чему способствует, безусловно, и открытие представительства в столице Австрии. Поэтому хочется выразить надежду, что рейс будет иметь устойчивую коммерческую загрузку и продолжит выполняться стабильно. Ну, мы тоже будем на это надеяться. Сейчас следующий вопрос, касающийся новых рейсов. Буквально вот на днях появилась информация о том, что авиакомпания «Победа» возвращается в Уфу. Как это произошло и с какого по какое число теперь они будут летать? Елла, у нас начнем с того, что в Москву выполняется 17 рейсов ежесуточно, 12 авиакомпаний по различным дням. Авиакомпания «Победа» стала как раз 12-й. Мы рады ее приходу, введению ежедневной частоты полетов во Внуково. Будут летать. Что касается повышения либо изменения фактических перевозок на московском направлении, посмотрим, какой это вызовет динамику. Повторюсь, 44% наших пассажиров выполняют полеты в Москву из общего пассажиропотока силами целых ранее 11 и теперь 12 авиакомпаний. Александр Владимирович, можете ли вы прокомментировать информацию, которая появилась об авиакомпании «ЮТЕЙР», которая поначалу едва ли не объявила себя банкротом и речь шла вплоть до того, что предполагалось сворачивание региональных программ перевозок. Насколько вообще такое возможно и насколько эти данные вообще соответствуют действительности? Я не могу комментировать именно данные, могу прокомментировать степень нашего партнерства с данной авиакомпанией. И она действительно характеризует «ЮТЕЙР» как надежного и постоянного партнера. Поэтому вот упомянутая программа соединения городов-миллионников и полета в Вену, мы именно планируем развивать в партнерстве с «ЮТЕЙРом». Плюс могу сказать, что высокий сезон, когда спрос на авиаперевозки очень высокий, и авиакомпании зарабатывают большую часть своих годовых доходов, ну какие-то вероятности покидания такой мощной авиакомпании рынка расценивают как ничтожные. При этом вспоминаю слова руководителя отрасли Александра Васильевича Нерадько о том, что именно операционная деятельность «ЮТЕЙР» показывает нормальную динамику и не вызывает никаких опасений в своей устойчивости. Мы желаем «ЮТЕЙРу» только развития и расцениваем информацию, которая появилась в прессе, как некую бухгалтерскую, наверное, историю, которая так или иначе и завершится между финансистами, но не коснется и реальных пассажиров, и нашего партнерства. Мы верим в них и желаем им всего науше. Мы тоже будем на это надеяться. Ну и последний вопрос, он касается строительства, которое сейчас идет в Международном аэропорту УФИ. На какой это стадии, когда ждать завершения, и что, естественно, в первую очередь будет ждать пассажиров, которые будут и прилетать, и улетать из столицы Башкортостана? Идет в целом в соответствии с графиком. Технический запуск терминала нового внутренних авиалиний мы рассчитываем произвести до конца этого года, ввести объект в эксплуатацию в начале 2020 года. Пассажиры будут иметь увеличенные на практически 17 тысяч квадратных метров площади. Мы прибавим два телетрапа как инфраструктурный объект и повысим свою пропускную способность на внутренних авиалиниях с практически 600 до 1200 пассажиров в час, а с учетом того сегмента внутренних пассажиров, который обслуживается в терминале, в котором мы находимся, практически до 1600. Поэтому мы развиваемся в соответствии с рынком, без опережающих семимильных шагов. Считаем, что этот шаг является необходимым, позволит нам и обеспечить пассажиров поток, и сохранить и упрощить качество обслуживания. То есть все нормально. Благодарю вас за беседу, за то, что ответили на все наши вопросы, я думаю, что и на многочисленные вопросы наших телезрителей. Спасибо большое, Александр Владимирович. И вам спасибо, рад был пообщаться. И мы тоже. Спасибо. Спасибо.